Ну что ж, теперь давайте поговорим о фильтрах, теперь не в вакууме, а именно в нейронных сетях, в сверточных нейронных сетях. Ну что ж, основная идея тут такая, она снова набрана жирным шрифтом. Да, действительно сверточные нейронные сети используют фильтры для свертки изображений, но коэффициенты фильтра, то есть вот те числа, которые стоят в ячейках, определяет сама сверточная нейронная сеть. Это кардинально новый подход по сравнению с классическими фильтрами. Вот в прошлых параграфах числа, которые стояли внутри фильтра, они были известны заранее. То есть вспоминайте, например, фильтр размытия изображения. Там во всех ячейках стоят числа 1,9, то есть это кто-то эмпирическим, так сказать, подбором нашел эти числа и явно их поставил во все ячейки нашего фильтра. Но сверточные нейронные сети это прежде всего тренируемые объекты, то есть да, там будут фильтры, но числа, которые стоят внутри ячейок фильтра, будет определять сама нейронная сеть в процессе тренировки. Грубо говоря, искусственный интеллект, он сам подбирает слепых, то есть тех людей, которые ему нужны для ощупывания слона. Эта задача, естественно, непростая, потому что, чтобы правильно ощупать слона, нужно обладать некоторым жизненным опытом, иметь некие, так сказать, знания в тех поверхностях, которые ты ощупываешь. Поэтому, действительно, искусственный интеллект, он тренирует, грубо говоря, своих собственных мудрецов для распознавания слона. Ну вот давайте теперь посмотрим, как это с помощью математики это все происходит. Итак, смотрите, вот это общая архитектура сверточной нейронной сети, естественно, очень упрощенная. Вот нам будет на вход подаваться изображение 3х3, пиксели нашего изображения, они обозначены буковками P с нижними индексами. Вот сначала к этому изображению применяется фильтр F1, получится вот такой вот результат. Действительно, когда вы к изображению 3х3 применяете фильтр 2х2, начинаете его гонять, то в результате должно получиться изображение 2х2. После этого к изображению 2х2 будет применяться еще один фильтр. Размерность второго фильтра 2х2. А когда размерность изображения и фильтр совпадают, то в результате получается ровно одно число. Вот оно. А. Кроме того, как и в любой нейронной сети, тут будут функции активации. Вот они обозначены буквами F. Вот здесь и здесь. Вот когда в сверточной архитектуре функция активации написана после какого-то слоя, это означает, что функция F применяется ко всем ячейкам нашего слоя. Ну давайте теперь смотреть, какие выражения тут возникают. Вначале фильтр F1 гоняется по нашему изображению. И получаются числа A11 и так далее, A22. Так вот, можно явно выписать выражения, по которым эти числа считаются. Вот они. Вот так считается A11. Вот так и так далее считается A22. Но они получаются, когда вы этот фильтр F1 прикладываете к определенным областям изображения. Смотрите, теперь, зная выражения для A1 и так далее, A22, вы можете выписать выражения для величины A. Как это делается? А вот смотрите, во-первых, вот к этим H нужно применить функцию активации, а потом наложить фильтр. То есть, грубо говоря, вы к буквам A применяете функцию активации, а потом домножаете на соответствующую букву V. А потом все суммируете. И таким образом, в соответствии с определением операции свертки, получается результат. Вот буква A. То есть, смотрите, уже достаточно нетривиальные выражения возникают. И это, заметьте, самая примитивная сверточная нейронная сеть еще. Но это не конец. У вас есть выражение для A. К нему нужно применить еще одну функцию активации F. И это будет результатом работы нейронной сети. То есть, можно выписать функцию нейронной сети, то есть F, когда ей приходит изображение P, то в результате будет что? Будет функция активации от величины A. Теперь вы расписываете A по формулам с прошлого слайда. Получаете вот что. Теперь вы расписываете A1 и так далее, A22 по формулам с прошлого слайда. И получается вообще длиннющее выражение. Вот оно. То есть, вот это выражение по факту вычисляется вашей нейронной сетью. Ну хорошо. У нас есть функция, которая пиксель изображения переводит вот в некоторое число, которое вот вычисляется по такой страшной формуле. Ну а дальше все как в классических нейронных сетях. Нужно брать тренировочную выборку, по этой тренировочной выборке выписывать функцию потерь. И эту функцию потерь минимизировать относительно весов, которые находятся внутри фильтров. То есть, у нас таких весов 8 штук. Вот они, WIT и VIT. Ну вот, на следующих слайдах мы повторим, как тренируются нейронные сети для очень простой задачки распознавания изображения. Все, естественно, начинается с тренировочной выборки. У нас тренировочная выборка шуточная. Она состоит всего из трех изображений. И известны ответы. Напоминаю, в тренировочной выборке у каждого объекта известно истинное значение целевого предсказываемого признака. Вот, смотрите, на самом деле мы загадали следующий признак Y. Это количество фрагментов вида 1,1. То есть, действительно, вот в изображении P1 таких фрагментов, вот, 1,1, то есть, когда два черных пикселя идут вот рядом с друг другом по горизонтали. Вот, для P1 Y действительно равен 1, для P2 равен 2, а в изображении P3 вот таких фрагментов их нет вообще, поэтому значение признака Y для этого изображения равно 0. Что дальше нужно знать? Нужно знать природу предсказываемого признака, потому что от этого зависит, что вы решаете, задачу регрессии или задачу классификации. Здесь признак Y количественной, поэтому будем решать задачу регрессии. Итак, в задаче регрессии есть функция потерь, стандартная. Это сумма квадратов ошибок. А именно, нужно выписать выражение вот такого вида. Вот, нужно перебирать изображение из тренировочной выборки, считать для них функцию F, которую возвращает нейронная сеть, вычитать истинный ответ, возводить все в квадрат и это все суммировать. Ну вот, так вот выписана функция потерь для нашей тренировочной выборки. Ну вот, кто забыл, как выписывается функция потерь для задачи регрессии, рекомендую пересмотреть соответствующие главы нашего онлайн-курса, который был посвящен полносвязным нейронным сетям. Итак, значит, вы выписываете вот такое вот выражение. Ну, это здесь на слайде, оно выглядит очень лаконично и красиво, но нужно иметь в виду, что вот это вот выражение F большое, это на самом деле вот то огромное выражение на три строчки, которое было с предыдущих слайдов. И таких вот огромных выражений на три строчки здесь раз, два, три. То есть, по факту, когда вы замените вот это F большое на ее, так сказать, определение, то вот тут вот вылезет просто огромное-огромное выражение. Так сказать, чтобы не травмировать вашу психику, я этого делать не буду. Оставим вот выражение именно в таком лаконичном виде. Ну что ж, выписали функцию потерь. Теперь нужно выбрать архитектуру нейронной сети. Ну вот давайте, будет архитектура именно такая. Как вы видите, в нашей тренировочной выборке все изображения имели размеры. У них было два ряда пикселей по три столбца в каждом ряду. То есть, вот на вход нашей нейронной сети будет подаваться изображение вот такого вида из шести пикселей. Ну вот давайте решим. Давайте будем гонять по этому изображению фильтр, состоящий из двух пикселей. То есть, вот так. Когда вы гоняете вот такой фильтр по такому изображению, то в результате будет появляться изображение два на два. Вот. Ну хорошо, а что дальше? Какие слои добавлять дальше и где остановиться? А вот тут возникает очень важная мысль, которая повторяется абсолютно во всех нейронных сетях сверточной архитектуры. Что важно? В любой сверточной нейронной сети сверточные слои, ну там где применяются эти самые фильтры, рано или поздно заменяются на обычные, то есть на полносвязные. Ну поскольку у нас задача шуточная, то давайте мы сразу вот здесь вот уже припишем полносвязный слой и стандартный выходной слой нашей нейронной сети. А именно, вот давайте сделаем вот так. То есть вот здесь возникают четыре выражения, то есть это четыре пикселя, грубо говоря. Так вот, каждый пиксель вот этот вот аитый мы соединяем полносвязно уже вот с каждым из четырех пикселей вот полносвязного слоя. И этот полносвязный слой, он будет последним, потому что дальше уже стоит результирующий нейрон, который выдает окончательное решение для задачи регрессии. Вспоминайте архитектуру нейронной сети для задачи регрессии. Там у этой нейронной сети должна быть, грубо говоря, вот попка именно вот такого вида. То есть там должен быть один нейрон, который выдает числовой ответ. А теперь нужно заняться сандомазохизмом. Нужно выписывать выражения, которые возникают на каждом слое нашей нейронной сети. А именно, вот чему равны вот эти аиты? А вот их, оказывается, можно вычислить с помощью пикселей изображения и весов нашего фильтра. Хорошо, после этого, смотрите, каждый из аитых, он полносвязанно соединен вот со всеми этими. И поэтому вам что нужно? Вам нужно понять, а какое выражение придет вот сюда. То есть вам нужно взять вот эти, каждый из четырех аитых, вот, домножить их вот на эти, на вот эти вот веса, применить вот эти смещения. Потом еще домножить вот на эти веса, прибавить еще окончательное смещение b0. И, короче говоря, если вы все сделаете правильно, получится вот такая вот функция f от p. То есть было изображение p, а на выходе, то есть вот здесь, вот, будет выражение вот такое. Но, на самом деле, это еще не все. Потому что это выражение содержит вот эти аиты, а аиты нужно будет поменять еще вот на эти выражения. И таким образом, вот эта вот штука, она еще разбухнет несколько раз. Вот. А, ну, кстати, да, тут будут еще функции активации, вот эти f. Ну, будем использовать функцию активации relu. Хорошо. Что дальше? Вспоминаем, значит, нашу функцию потерь, которая была с прошлых слайдов. Вот она. И теперь вместо f нужно подставить вот эти выражения. Короче говоря, будет весело. Ну, вы, значит, подставляете эти выражения, и у вас в этом выражении для функции потерь будут вхождения весов w, которые принадлежат фильтру, а также вот весов, которые соответствуют вот этим полносвязным слайдам. Вы применяете стандартную процедуру градиентного спуска, находите оптимальные значения этих весов. Естественно, я не буду тут повторять этот самый градиентный спуск, а оптимальные веса я просто нашел подбором, потому что задачка очень простая. Какие оптимальные веса у меня получились? У меня получилось, что наш фильтр, он содержит именно вот такие числа. То есть, видите, сама нейронная сеть нашла подходящего слепого мудреца, который имеет именно вот такие числа внутри своего фильтра. И кроме того, наша нейронная сеть нашла именно вот такие веса в полносвязном слое, вот такие веса, и вот следующие веса в смещении. Вот они. Веса внутри полносвязных слоев, которые равны нулю, здесь не показаны, потому что формально я должен рисовать связь между А1-1 и, допустим, вот этим нейроном. Но поскольку связь равна нулю, то я для упрощения картинки ее рисовать не стал. Теперь смотрим. Когда у вас уже стали известны оптимальные веса, вы снова можете выписать функцию, которую вычисляет ваша нейронная сеть. Здесь она, тут много чего упростится, потому что многие веса зануляются, да? Но, тем не менее, остается вот такое вот выражение. Более того, его можно расписать как выражение, зависящее от входных пикселей картинки. Вот оно. То есть, вот, собственно, что нам нужно. Вот получается выражение, как ответ нейронной сети зависит от самих пикселей изображения. Ну, давайте проверим, насколько корректно наша нейронная сеть натренировалась. Итак, вот у нас есть выражение, которое выдает нейронная сеть. Ну, давайте проверять. Вот возьмем вот изображение, которое состоит из всех нулей. Подставляем вместо вот этих пикселей, P, iter, вот наши нули. Получаем, что в результате, вот, ну, тут нужно применить определение функции RIL, узнать, какие значения выдаёт. Ну, короче говоря, получится ноль. И это правильно, потому что предсказываемый признак, это у нас, если вспомнить, это было количество фрагментов, вот, вида 1, 1. Здесь таких фрагментов нету, поэтому результат правильный, и это ноль. А теперь давайте возьмем противоположное изображение, которое состоит полностью из чёрных пикселей. Подставляем вот сюда вместо P, вот эти самые единицы, получаем 4. И это тоже правильный ответ, потому что в этом изображении количество фрагментов вот такого вида, 1, 1, оно действительно равно 4. Ну, вот, потому что эти фрагменты, они могут перекрываться. Действительно, таких фрагментов вот здесь 4. Таким образом, свёрточная нейронная сеть была натренирована правильно. И, в принципе, я могу вас с этим поздравить. Такого простого частного примера, оказывается, следуют очень такие далеко идущие выводы. А именно, мы познакомились с общей архитектурой свёрточных нейронных сетей. А именно, там сначала идут фильтры, то есть свёрточные слои. И это приводит к уменьшению размеров каждого последующего слоя. То есть, вот видите, смотрите, тут происходит следующее на этой картинке. В начале изображение было большое, а применяя фильтры и операцию свёртки, оно постепенно уменьшается. Но в конце свёрточных слоёв идут классические полносвязные слои. Вот они там вот в конце указаны в виде таких вот вертикальных полос. То есть, всё это было вот в нашем примере с прошлого слайда. То есть, вот действительно, общая архитектура свёрточной нейронной сети, она именно такая. Да, вот здесь вы можете насладиться, что вначале шли фильтры и полносвязные слои, а потом их заменили на полносвязные. Продолжение следует...